Доброе-доброе утро всем! Холодина в доме с утра. Плюс 17 было, хотя это не очень холодно. В другие дни бывало и 15. Ниже 15 и не было, конечно. Всем привет! А сейчас традиционное чаепитие у меня утром. Это чай. Обычный черный чай с лимоном, написано было на пачечке. Но там много какого-то мусора, щепочки. Такие вот хвостики какие-то непонятные. Вот здесь вот ситечка есть. Поэтому все будет окей. Ну, видно, что корочки лимона. Но какие-то вот здесь вот стебли трав непонятные, чего это. Может, это листья лимона порезали. Ладно, так сделаем сейчас бутербродик. Сегодня мои девочки, кошечки, уже успели позавтракать. Они кушали куриные головки. А Дуняша моя, вот она, сидит и ждет, наверное, закуску. Дуняшка кушала куриные желудочки. Дунь, да не подходишь ты близко. Да, ждешь закусочку. На закуску я и даю или сухой корм, или сухарики, или какие-нибудь сухофрукты, или орешки она любит. Семечки любит подсолнечные, почищенные. Я покупаю зернышки просто сырые, не жарю. Она любит кушать. Да, моя маленькая? Да, моя радость? Ты моя радость? Да. Она сегодня мне спать не давала где-то часов с пяти утра. Крутилась, крутилась, крутилась. Я ее выпустила погулять. Обычно она ложится досыпать, если рано гуляет. А сегодня не захотела досыпать. Наверное, выспалась. Пришлось и мне встать. Вот пораньше позавтракали мы. Да, моя маленькая? Ты моя красавица? Ты моя умница? Ну, себе я делаю, как всегда, чуть-чуть масла. Вот совсем чуть-чуть. Ну, надо худеть мне дальше еще. Ну, что-то у меня не получается. Хотя 10 килограммчиков я скинула. За 10 месяцев. Так. Вот так. Кусочек сырочка. Это сыр у меня. Гауда. Твердый сыр Гауда. Кусочек лимончика туда. И все. И вот такой у меня завтрак. Сегодня я записана к врачу на 12 часов. Нужно надеть коронку, которая у меня много лет простояла. И почему-то слетела. Я ее чуть не проглотила. Вот. На улице сейчас минус 8. А на завтра передали целый день дождь будет идти. 0, плюс 2, плюс 3. Сказали. Ну, посмотрим. Посмотрите, как нас за ночь замело. Ужас. Видите, вот немножко откопала дверь. Вот эта дверь вообще не открывалась. Вот. Здесь низенький порожек. Вот такой. Вот. Немножко почистила. Сейчас, наверное, пойду посмотрю, что там с лункой делается. Позавчера был мороз. Минус 22 градуса. После этого снегопад. И лунку как бы, ну, затянула и присыпала снегом. И надо немножко опять ее очистить, чтобы не засыпало. Я еще лопатой лед подрубила. Все-таки, как бы не работал хорошо компрессор, там аэратор, водонагреватель в лунке. Но все-таки надо следить за ней зимой и проверять. Потому что снегопад ее просто заносит. И снег не успевает таять по краям лунки. И она затягивается. Оно же еще ветер был. Не просто снегопад. А была страшная метель. Ветер. И поэтому в некоторых местах снега намело, наверное, больше метра. Ой, посмотрите. Вон, кошечка пошла по дорожке. Это была там дорожка. Сейчас все замело. Ой, елочку вот замело до половины. Это значит, снега тут больше, чем полметра. Смотрите, елочка еле-еле выглядывает. Так, а вон, смотрите, стоит бочка голубая. Видите, бочонок такой. И сколько снега на нем. Ужас. Так, идем. Это идем сейчас по кошачьей тропе. Видите, кошечки протоптали. Это не этой дорогой. Ой, я уже снега понабирала. И лопату за собой тащу. Ой. Кошечки ходят по этой протоптанной тропинке, которую сейчас замело. Они ходят на чердак. Ой, вот следы тоже кошачьи. Видите? Они на чердаке вот там спят. Так, сейчас. Ой, кажется, камера разрядилась. Сейчас что успею, то успею. Ой, тут по колено снега. Ужас. Ужас. Это ветер намел. Снега выпало, может, сантиметров, может, двадцать. Вот так где-то. А ветер понаметал. Ой. Видите, по колено мне. Вот. Вот моя нога. Вот. Ужас. А здесь у нас всегда сквозняк. Вот угол дома. И тут снега не намело. О, нужно пройти. Так. А ну, где тут наша луночка. Так. Вот кошачьи следы. Видите? Кошечки приходили воду сюда пить. Вот. Совсем недавно. И так как сегодня ноль градусов, ой, с погодой, это ужас, что делается. Позавчера было ночью минус двадцать два. Поза-позавчера то же самое. Минус двадцать три. Вчера было минус двенадцать. Днем было минус шесть, минус восемь. Потом к вечеру минус пять. И сейчас вот утром я встала. Ноль. И вообще на завтра, на послезавтра передают дожди. Кратковременные. При плюсовой температуре. Плюс один. Но это в интернете. В погоде пишут. А на самом деле посмотрим, что оно будет. Ну, короче, видите? Луночку я оббила вчера лопатой лед вокруг. Но не лед, а такой вот снег, который только-только начал замерзать. Вот. И водонагреватель вот там скрыт под снегом слева. Я его тоже вчера освободила. Вот. А сегодня он опять весь заметен снегом. Но дело в том, что он все равно воду нагревает. И вода немножко теплее становится, поэтому лунка не замерзает. И плюс аэратор работает. Видите, вода бурлит. И воздух из компрессора поступает теплый. Компрессор находится вот там под снегом. Снег – это дополнительное утепление. Там еще он утепленный пенопластом. Потом кулек на него надет. И сверху лежит шиферина. Большая такая, прикрывает. А сверху уже снег. Поэтому компрессор утеплен. И воду он гонит. То есть не воду, а воздух. Гонит теплый. Поэтому лунка не замерзает. Сейчас я очищу дальше. Вот пока что одной рукой очищу. Некуда поставить мне камеры. Ой, видите, сразу. Это снег всего лишь. Это снег. Видите, он рыхлый снег. Поэтому он не провалился в воду. А когда я лопатой его тронула, он вот весь в воде. Вот это одной рукой здесь делает. Вот так. Хочу добраться до нагревателя снова. А, вот уже я нащупала его лопатой. Ой. Ну, вот там он слева. Вот видите, где шланг идет. И вот там вот левее нагреватель. Это не лед. Это всего лишь мокрый снег. В кучу сбился. Сейчас я его очищу. И будет окей. Вот. Сейчас пойду снег чистить. Возле порога закончу. И возле калитки.